Всем привет! Продолжаем играть в Hardware Mod Серия, по-моему, 13 Радует, что таких квестов не осталось Есть только конкретно модовые Стой, а как не осталось? У нас же там было задание на янтаре вроде Поговорить с Сахаровым Ну ладно Клык Ну, мне сказали, что спускайся в подземелье Агропрома там, где ты вылез Это получается тут на горе И в подземке я смогу найти клыка как раз таки Не забывайте о том, что ссылка на плейлист находится в описании Если вы смотрите не сначала, советую Можно посмотреть этот мадецкий Вполне себе нормально Да, перехожу и уже вижу Ну и, конечно, не забывайте оценивать видосы, если он вам понравится Чем больше лайков, тем лучше Опа Это как вообще? Какой-то летающий Преследуют меня эти праховцы Это же прах на юб У него никуда ничего не было Здорово, ты кто? Поводырь, кстати Здорово, поводырь, рад тебя видеть Ты, как всегда, неожиданно Здравствуй, Шрам А чё так холодно? Не рад? Зря ты плаценту деньги дал Не на добро это Но ты не мог знать У Шрама отвисла челюсть Чё за? Откуда знаешь? Ну, поводырь, не перестаёшь меня удивлять И ты бы знать мог Но кровь пропитая тебе мешает Кому-то воевать, кому-то молиться Так наступает равновесие Хорошо, сказал Знать недостаточно Нужно применять Постараюсь Хоть на войне это тяжело Ты только за плаценты пришёл меня читать? Возникла проблема Значит, надо её решать Найти ключ от синего кейса Это большая проблема и удача Искать их надо Но для подстраховки Нужно заняться И поиском нужных инструментов Я спрашивал у технарей местных О возможности вскрыть кейс Пока ничего не срослось Поговори с лесником в рыжем лесу Он должен помочь Ну, спасибо Хех Когда ещё увидимся? Я, как и ты, не сам хожу Меня зона ведёт Как ей угодно И ты не думай, что сам всё решаешь Недавно ты был наёмником В меня стрелял А теперь вот дружески беседуем Да Я стрелял в тебя А ты меня спас на болотах Не будем сейчас об этом Потом как-нибудь Тебе ещё много надо узнать И вспомнить Ааа Потом Иди До встречи Крепко пожали руки Поговорить об инструментах С лесником в рыжем лесу Но, помимо этого Опять же, тут надо поговорить с клыком Вот он Клык Приветствую тебя, Шрам Приветствую тебя, Неуловимый Польщён видеть столь известного охотника За головами Так мне вроде головы ни к чему Это я о твоей прошлой жизни Так, вспомнилось Что? Как ты своё прозвище получил? Мы с тобой тогда минут 20 ножами махали У меня патроны кончились Мне было бежать за подло А тебе стрелять Я тогда оценил твоё благородство Да На ножах Я всё же лучше Эй как Никогда бы раньше не подумал Что одно дело будем делать А ты всё так же немногословен Что говорить Если многого не помнишь А что узнаёшь Пугает Да Ну, давай о деле Дела наши скорбные Центр зоны и саму ЧАЭС Взяла под контроль новая группировка Монолит Странные фанатики Неизвестно откуда взявшиеся Группировка весьма многочисленная Пока о них почти ничего не известно Возможно твой синий кейс Что-то прояснит Может по ходу жизни что узнаешь В общем Нужна любая инфа о них Как тебе? Я привык заканчивать то, что начал Сделаю, что смогу Тогда тебе прямой путь в рыжий лес Скоро туда стрелок должен подойти Если он захочет Встретитесь И ещё Возле входа в лес Обитает сталкер Кличет его Зевок Но он любит, что вы её с Зевсом величали Хех Он немного странноватый Но мужик толковый Навести его по дороге Я уже привык к странностям Почти Что ж Будем прощаться Или что-то ещё нужно Есть ещё одно дело Сложное Экспедиция наёмников На Интаре Установила на территории Комплекса завода Исследовательские сканеры Михалыч передал инфу Что сканеров было 3 штуки Поищи, а? Нужно максимально уменьшить Количество информации для наймов Хорошо Мне всё равно по дороге Куда их девать, если что? Или угробить просто? Ни в коем случае Спросишь у Зевка Он скажет, куда их Я пока буду здесь Отлежусь Если что, заходи Буду ждать результатов Понял Может на дорожку? Да за удачу? Ну накатывай Ну что ж, до свидания Я с мужиками на свидание не хожу Хе-хе-хе Но буду рад встрече Ну ладно В общем-то всё понятно Сейчас потихоньку Дорога меня везёт в рыжий лес Для этого надо будет пройти Янтарь И на Янтаре Соответственно 3 сканера Ещё где-то на территории завода найти А поводырь случайно Меня не может перевнести Как это было на болотах Я был бы очень рад Нет, он Молчун Пришёл на Янтарь А тут чё-то как-то Атмосферка странная Так, нужно активировать задание А Сахарова нет Интересно Здравствуйте, молодой человек Ты меня напугал, дед Я сейчас реально испугался Я думал, он исчез из-за бага Из-за того, что я пришёл Было уже задание Типа войти в бунгер И не поговорил с ним По поводу Клэйса Я знаю, что стрелок был здесь Что вы знаете о нём? Да, такой сталкер бывал у нас Стандартный диалог Чистое небо Который я пропускаю Бродил по окрестностям Набрёл на окоченевшее тело Со странными документами Но это просто отдать документы Учёного-оршельника Говорят, там ещё я где-то диалог пропустил С Лукашом, что ли? Ну, ничего страшного Точно так же бы получил Пару тысяч рублей Шмальба какая-то Сразу обыскиваем того, кто нам нужен Бумажки Содержит техническую документацию В которой описывается некая Автономная охлаждающая установка В заводском комплекте Поддерживающая Требуемую температуру оборудования В схемах может разобраться только специалист Именно это нам нужно В оригинале, по-моему, тут ПДА был какой-то Ё-моё Сколько тут отрядов зомби сразу появилось Сейчас ещё сигнал тревоги, наверное, поднимется Придётся маленько тут их покрошить Потому что в любом случае придётся Квест появится и всё Но с этой пушки стрелять одно удовольствие Настолько она меткая Пару отрядов покрошил Смешно, как некоторые сталкеры Комментарии отправляют в чат Знал его Неплохо был мужик Помянул То есть про зомбей Да, прогулялся за хабаром судьба То есть комментирует Смерть и зомби Как будто это сталкера помирают Всё, всех покрошил Остались только те Ну и ладно бы Квест задаю И теперь идти к уважаемому левше Здорово, мужики Всё ясно Вопросов никаких нет Всё, процесс пошёл Мужики попёрли Я вместе с ними Ну что, мужики, поехали Всегда нравилось, какая у них тут необычная анимация Прям отдельно сделали Я следующий Смотри, опа, опа Хотя они не получаются И сиганул Наша цель Закрыть два клапана И перезапустить охлаждающую установку Понял Я думаю тут будет относительно просто Сначала, наверное, выключим установку И уже потом будем искать сканеры Сейчас будет спам зомби Жёсткий Здорово, мужик С такой сушкой будешь тут сидеть? Ну ты даёшь Зомби что-то совсем мало По-моему даже меньше, чем в оригинале Чё-то он там Кнопку нажимает Её надо обязательно держать Всё, пережили Вообще легко Проще, чем в оригинальном ЧН Намного меньше зомби идёт Всё, левша возвращается Они филигранно Вот так поднимаются Странно, что кстати Разрабы никак не сделали Обратная возможность подняться По-человечески Ну или чтобы они через ворота ушли Да ладно Стрелок мне надо Но для начала Мне нужно всё-таки Найти три сканера Где-то здесь Опа Первый сканер Есть такой Ещё б тайник забрать Гроза, патроны и пистолет Неплохой такой наборчик Но я уже на перегрузе А чё у меня такого? Сканер что ли много есть? 4.30 Что-то написано Устройство автономного сбора И передачи данных Но тем не менее Перегруз присутствует Прям серьёзно такой Что-то надо выкинуть А что непонятно Всё моё родное Прицелы И уушители, наверное Ну да, 10 кило скинул Хм Вот сканер ещё Но я уже не успеваю выйти Так, ну мне бы что-то на ПСИ Какой-то Артефактик А у меня таких нет А те, что были, я продавал Под ПСИ нет ничего Придётся, наверное, тут патрончики Повыкидывать и оружие Чтобы разгрузиться Так ещё и арта у нас здесь поставить Водочка, если что, есть Поехали Всё Сходил Водочку пьём Второй сканер присутствует Ну и третий Надо теперь где-то найти О, тайник Прям тут выпал Ну и по идее Тут здание Надо посмотреть Но тут тоже ПСИ Долбит нормально так Очень даже нормально Вижу сканер Поднимаем и уходим А тут излучение не кончается Всё, есть Третий сканер Устройство автономного сбора И передачи данных Теперь с этим клыку Куда их девать? Если что Угробить Ни в коем случае Спросишь у зевка Он скажет Куда их Я пока буду здесь Зевок это тот Кто будет ждать меня В рыжем лесу Как мне сказали Возле входа в лес Сталкер зевок Поговоришь с ним Всё понятно Получается всё Уходим Рыжий лес Ну привет Слышали стрелок Вот он Лёг Привет брат Я тебе брат? Не спи Замёрзнешь Вот это неожиданный Поворот событий Ну давай поговорим Ну вот встретились Неожиданно Видеть тебя не как охотника Кто бы раньше сказал Не поверил бы Здраво в боди стрелок Наслышан я о твоих делах Честно скажу Впечатляют Может совместными усилиями И получится помочь зоне успокоиться Твоя помощь по сбору информации Просто неоценима Вот Ну привет Привет Твоя помощь по сбору информации Просто неоценима Но ты прости У меня крайне мало времени Я заминировал проход на радар Так надо Придётся тебе немного поднапрячься Чтобы опустить мост Но это будет позже А сейчас нужно выиграть время Время для чего? Кто-то Но по-любому не бандиты Сильно прессанул наёмников в Лиманске У них теперь случился Великий Исход Бегут Это дело надо пресечь по максимуму А время нужно тебе Чтобы узнать с кем И с чем мы имеем дело В общем с мостом не спеши Успеешь Кто понял жизнь Тот не спешит Опять одни вопросы А ответов нет Это пока Придёт время И будут одни ответы Почти При следующей нашей встрече Надеюсь недалёкой Сведём воедино всю добытую инфу Что-нибудь придумаем Если вдруг встретишь имама Оставь его мне Я сам разберусь Не вопрос Да Тебя же Лебедев пасёт Я скину ему весточку По общему каналу Для конспирации Давай пройдём вместе До тоннеля Подстрахуешь меня если что Без проблем Пройдёмся Вот возьми на дорогу Тебе нужнее Потерян предмет Потерян мяч Какой мяч Щедро Ну спасибо Мне пора До скорого Какой мяч Какой-то артефакт забрал у меня Сопроводи стрелка до тоннеля Ну погнали Какая-то странная тема конечно Стрелок не убегает Ну привет А наоборот разговаривает У него ещё шлем На голове Который ему сахаров дал Вот этот мужик Наверное мне нужен Ну вернёмся к нему Давай сначала Без спешки Опять же Доведём его до тоннеля Подожди А чтоб твои ребята Не нападали Ты мне не мог им сказать Или это не сталкер Уже типа Выполнено уничтожь засаду Последний же вроде сдаваться Должны Тоннель взорвали С последнего Сдаёшься Кто вы такие Непроваль Непроваль на основе стрелка Чего Вот это да Мужик ты таку да Почему тут квестовые неписи Такие дурные Приветствую Да надо поговорить Брат Здоров Здравствуй Зевок Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я для него всё что угодно. Жалуйся. Тут я припёр три исследовательских сканера наёмников с Янтаря. Клык сказал к тебе подрулить. Ты скажешь куда их? Ну ты въезжаешь, что они мне тут. И на, не на. Их надо переть на кордон. Там Крот сейчас. Из рейда только вернулся. Он знает куда эту ботву приладить. Слушай, Зевос, у меня делов. Полная дупа огурцов. Может снесёшь, а? Ты воин, тебе нести. Железная логика. Где хоть Янтат Крот, знаешь? Ты воин, чай глухой? На кордоне. Услышал? Весёлый ты парень. Зевок перебивает. Есть к тебе дело, воин. Важное. Ну, шепчи дела. Я тут ребят местных и проходящих. Подлечиваю иногда. Мне человек один нёс медицинский полевой набор. Очень редкая. Да суть не в этом. Людям нечем помогать. Ну? Бандюганы местные его обители. Всего обобрали до нитки. Я понял. Где? Это на северо-западе. Там казармы в шахте. Смотри, если что, аккуратней. Жди. Ну тут нам вроде как пока не надо квестировать. Или надо? Сейчас ещё забагается. Я не помню, что конкретно нужно сделать. Подан найти. Всё. И туда. Вот как раз таки с этим давай повременим. Какой ещё кордон? Мне что, делать нечего? Теперь ещё дальше тащите этот хлам. Скоро эти сканеры к спине прирастут. Новое знакомство предстоит. Крот-сталкер известный. Пошёл бы Крот куда подальше. Я вам так скажу. Допустим, даже если я сейчас захочу идти на кордон, мне надо искать проводника. Вот он сидит, Крот. На АТП. Вообще никак, кстати, на карте не отмечается. Здарова, Крот. Меня Шрам зовут. Будем знакомы. И тебе не хворач, Шрам. Ты по делу или так? Поболтать. По делу так. Поболтать. Хех. Ну, шепчи. Тебе привет от Зевса. Он сказал к тебе подойти. Короче, у меня с собой три сканера наёмников. На интере свинтил. Надо бы их пристроить по-умному. Есть варианты. На кой болт мне этой фигней заниматься? С чего ты вообще взял? Клык просил. Э, вон как. Я из рейда только пришёл. Насчёт новостей не в кульсе. Но раз ты меня нашёл, значит ты вправду от клыка. Помогу, по-любому. Ну так помогай. Давай их сюда. Как ты их столько таскал? Рэмбо. Держи, грехи искупаю. Ну ты уж извини, это ещё не всё. Говори. Дело в том, что на данный момент это бесполезный хлам. Их надо взламывать и перепрошивать. Короче, нужен диск с программником. А его, естественно, можно добыть только у того, кто их ставил на янтарь. Те, кто ставил, зазомбились. Я их грохнул, диска не было. Что тут скажешь? Может, бог пошлёт. Может, зона поможет. Хотя, сдаётся мне, дело не обошло и без сахаровских орлов. Техника серьёзная. В общем, если найдёшь диск с ПО, приноси. Ну, хорошо. Удачи. Узнать, кто помогал наёмникам на заводе янтарь. Вот этого мне ещё не хватало. Долбаные сканеры. Ну, хоть от них избавился. Спину ломит. Диск. Тут либо янтарь, либо... А что-либо. Вряд ли сканером занимался сахаром. Скорее всего, кто-то из его помощников. Узел. Здорово, дружище. Давно не виделись. Мы тут на свалке, всем рады? Ты вроде как даже поправился? Броню раздуло. Хе. Или это от гордости за проделанную работу? Здорово, здорово. Ты всё шуткуешь? Гордиться-то есть чем, но хорошего нет. Говори. Держи свою флэху. Сам читай. Шрам задумчиво читает. Чёрт. Я стрелка только недавно на радар проводил. Тоннель перехода он взорвал. Теперь вот думай. Либо он знал про это дело и всё равно пошёл, либо не знал. И будет зонен одного зомби-придурка больше. Зараза. Вот уж. А что теперь поделаешь? Остаётся только ждать вести от стрелка. Чёрт. Что может быть хуже, чем ждать и догонять? Ладно, от судьбы не уйдёшь. Что ещё скажешь плохого? Говори ты. Инструменты нашёл? Заветный кейс с собой? Нет пока. Никогда бы не подумал, что это такой дефицит в зоне. Жаль. Ну, я жду. У лесника спроси. Подходи, если что. Базару нет. Бывай. Так, а на флэшке-то что? Что излучатель работает, мол? После успешного окончания эксперимента на Интаре, приступили к активной фазе на радаре. Мощность установки радара доведена до максимума успешно. Костяк людей, которые будут отправлены на радар, состоит из группировки прах и охраны ЧАЭС. О результатах будет доложено особо. Праховцы там, значит, будут какие-то. Ну всё. Не жить стрелку. Тут долговцы что-то пытаются. Бандиты. Сталкеры как-то особо не отбивают точки, я смотрю. Тут бандиты даже отбили себя обратно. И даже свободовцы не контролируют. Но свободовцы, как всегда, вялые. Если заскочить к Сахарову по поводу ПО, не ПО. Он, конечно, сказал, нет смысла к Сахарову заходить. Но, тем не менее, нет диалогов новых нет. Значит, ждём. Думаю, дальше по сюжету, как с картой миграции обрисуется, что куда и к кому подходить. Вы тоже боялись в детстве бегать по Рыжему лесу? Очень стрёмно. Было, по крайней мере. Всегда быстро-быстро пробегал. От входа в Рыжий лес со стороны моста до лагеря Укапера. Прямо бежал, не оглядываясь. Хотя сам по себе лес-то оказывается и небольшой, в принципе. И не такой страшный. Но, тем не менее. А, тут закрыто. То есть, всё-таки, сначала надо тот квест выполнить. Кого? Убил мужика, с которым я, походу, должен был поговорить и квест взять. Пошли. Активируем квест с ребятами. А иначе, вижу, к деду никак не попасть. Опять там на них тот напал. Опять этот кровосос? Нет, зомби. Кровосос помер. Один уже тут. Лаги гранату. Так, тут какой-то мужичок. Ничего особого. Вот, это в полёте хорошо замочили. Сейчас 50 гига надо будет как-то начать. Если он тут есть. Чё, это не вижу. О, зомби-камикадзе. Помним таких? Те ещё приколисты. Ого, все-таки готов. И такой уж он мощный оказался. А это кто? Тут ещё и кровосос, и полтергейст. Они сейчас дохнут все, кстати. Держи, пусть. Ещё кровосос, как крыса, сразу уходит в инвиз, как только его начинают бить. А мои, как всегда, ну, не выстреляют в эту базу. Я не стреляю, потому что... Он, может, убрёт. Ну, то есть надо в него сначала с дробовика много быстрее. А потом 5.56 ещё. Два магазина впаять. Ну, и сразу, как крыса, уходит в инвиз. О, вот кровососы тут самые мерзкие мутанты в этом моде. Просто невероятно мерзкие. В итоге все подохли. Кроме одного. Может, он мне и даст сейчас награду? Ну да, грави. И то хорошо. Тут война какая-то идёт. Нитравый, тёмный яр и долг. Или это не они? Ну, я слышал стрельбу. Ладно. Пройти, прыгнуть в телепорт. Наконец-то поговорить с дедом. О, опять праховец. У деда тут кто-то сидит. Да, прах. Сало. Такое мне надо. Что, к деду можно пройти? Вроде можно. Мне твоя помощь нужна. Что же тебе надо? Добрые люди сказали, что можно у тебя поспрашивать. Нужны инструменты хорошие. Может, чем подсобишь? Опа. Может, и подсоблю. Заходил ко мне на чаёк сталкер один. Аккурат перед самым выбросом. Урукастый такой парнишка. Смышлённый в делах железных. Хотел он здесь, недалече, ремеслом ремонтным заняться. Инструмент у него неплохой был с собой. Ну и где его можно найти? Нет от него везде с тех пор. Но дело он хотел обустраивать в казармах шахты. Там сейчас бандюки поганые оселись. Во как. Я случайно нашёл там инструменты, но они... Не той системы. Может, ещё какая наводка есть? В смысле, не той системы. Ну, я там ещё не был вообще-то. Короче, он меня посылает на военные склады. У меня, наверное, шахта сначала. Опа. Ты кто? Да. А дверь вы почему так взяли и открыли? А он её выше, кстати. Вот это прикол. Сейчас ещё застрянет. Наглые какие. Мы погнали в шахту за, во-первых, инструментами. Во-вторых, медициной. Тут у нас ренегатовцы осели. Остался последний. Ну и, кстати, тут есть компас. Деду надо или не надо? Он меня вроде просил. Он мне что сказал? Идти на армейке помогать. Мужиков найти. А тут я должен найти медкомплект и инструменты. Всё так. О! Вот как спрятали аптечку. Которую надо отдать. Давай заберём тогда артефакт. Пусть будет. Его даже можно, кстати, поставить. Причём бы и нет. В носе 6 целых. Ух! Вообще красота. Ну и подозреваю, что инструменты искать где-то тут надо. Всё, вроде перебил. Да, инструменты тут. Артефакт тут. Артефакт у нас душа. Простенький арт на здоровье. Ничего особого. Кидаем и уходим. Долго ты ещё не снялись сюда? Нет. Жив-здоров. Получилось, люди ждут. Проворные ребятки были. Не буду спрашивать. Ты произвёшь впечатление некроволюба. Я смотрю, соскучиться ты ещё не успел. Хех. Ну почему же? Хорошего чела всегда охота видеть почаще. Ты же хороший. Как сказал один знакомый, я плохой человек, и мы плохие люди. Знай я этого плохого. Михалыч, отлично, воин. Побольше таких плохих в зоне. Может, она бы и успокоилась. Кто знает, побольше хороших или поменьше плохих. Держи подарок от плохого к плохому. Спасибо, что собираешься жить. Живи 103 года, воин. Люди столько не живут, да и хорошо понемножку. Пока, Зевс. В общем, на этом всё. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Продолжим уже завтра, получается. В принципе, к финалу приближаемся. Не так много осталось. Всё, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok